МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Вектор комфорта. В Республике готовится к онлайн-голосованию по объектам благоустройства. Собака бывает кусачей. В населенных пунктах республики активизировались бродячие собаки. Автоматизированный контроль. В Чебоксарах за безопасность на дорогах будет отвечать интеллектуальная транспортная система. Одна из главных фобий россиян, по данным опросов, нападение беспризорных собак. Группы в соцсетях полны видео и текстовых сообщений о сворах, которые бегают по населенным пунктам и пугают жителей. Напомним, в прошлом году в стране был принят закон об ответственном отношении к животным. Что изменилось за год и как в Республике регулируют численность бездомных животных в нашем репортаже. Рахсан, вармашь, увидите, милет? Как все выращиваете? Это видео в начале года всколыхнуло всю Республику. Сначала школьники подумали, что стая волков вышла из леса. Охотники же заявили, что это бездомные собаки, которых развелось очень много в последнее время. Съемка была сделана в Канажском районе около деревни Караклы. Это, конечно, страшно. Дети на улице бегают, взрослые ходят. Это опасно. В администрации сельского поселения заявили, что жало под жителей не поступало, и про собак они не слышали. В администрации караклинского сельского поселения обращений граждан насчет бездомных собак обращений не было. Насчет бездомных собак договор. Ну, работает администрация Канажского района. В этом школе Агающий пульт тоже. А это уже видео из Батрева. На улицах села бегают стаи собак. Правда, некоторые из них с ошейниками. Родители, провожая детей в школу, жалуются. Собаки ведут себя агрессивно и пугают малышей. Владельцы животных не должны выпускать своих питомцев без намордников на улицу. Чаще всего такая ситуация наблюдается вблизи образовательных учреждений, школ, детских садов, стадиона школьного, контейнерных площадок, парка, улиц частного сектора и также дороги, которые ведут к скотобойням. Светлана рассказала, что еще в начале года администрация района обещала провести аукцион на определение подрядной организации, которая будет отлавливать животных. Найти желающих оказалось не так-то просто. И лишь в феврале конкурс состоялся. В 2021 году на отлов собак в бюджете Баттской района предусмотрено 177 тысяч 700 рублей. В начале года мы объявили конкурсный процедур на отлов безнадзорных животных на территории нашего района. В середине февраля прошел аукцион. И у нас придется подрядчик. Это у нас индивидуальный предприниматель Мадянкин Сергей Александрович. Это у нас в Ульяновской области. Он, согласно условиям, должен провести эти все работы, то есть отловить все собак в количестве 29 штук до 15 апреля. Год назад вступил в силу закон об ответственном отношении к безнадзорным животным. Он предполагает строительство в республике сети приютов, куда будут привозить отловленных собак. Там их должны стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно. Но, как и ожидалось, желающих выполнить муниципальные контракты не так много. Глава республики у нас недавно об этом это отметил, о том, что по его мнению, тоже в ряде районов республики будет необходимо построить вот эти объекты. Я думаю, без помощи органов республиканской власти здесь ни в коей мере не обойтись, поскольку сами муниципалитеты, к сожалению, такими средствами не обладают. И мы, несмотря на то, что пытаемся понудить их это сделать, к сожалению, тоже понимаем эту проблему и, как сказать, не можем объять необъятное. И все-таки в данном случае здесь помощь республиканских властей, по нашему мнению, она необходима. Сейчас определены четыре муниципалитета, в которых предполагают построить приюты Канаж, Шумерля, Новочебоксарск и Аллатрский район. Но создание таких центров лишь часть большой работы. Одно из предложений это ввести обязательный учет и идентификацию животных, в том числе животных, кошек и собак, рекомендовать стерилизацию домашних животных или беспородных животных, которые не имеют никакой племенной ценности, чтобы предотвратить появление новых особей на улицах. Единственный пока в республике пункт передержки животных без владельцев работает в Чебоксарах уже пятый год. Мы только последствия, следствия того, что вот этого безответственного отношения к животным, именно человека, то есть собака либо появляется на улице от безответственного отношения, ее выставили на улицу, либо от приплода домашнего животного, либо, как говорится, от того, что немножечко не ценится жизнь другого существа. А много животных возвращается обратно в привычную среду из пунктов от вас? Вот на данный момент, хотя у нас и стоит по законодательству, что мы имеем право делать это, но мы просто видим, что население нашего, именно региона, к этому пока еще не готово. Можно застроить приютами всю страну и стерилизовать всех попадающих туда собак. Но проблема никогда полностью не решится, если люди будут относиться к животным как к игрушкам. Поиграл и выбросил за ненадобностью. Специалисты считают, что воспитывать бережное и ответственное отношение к животным надо с детства. Родители должны подавать пример. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Бахтияр Велиев, Республика. Обеспечить жителей районов качественной питьевой водой одна из главных задач, которую решает сейчас правительство республики. Понадобится время, чтобы водопроводы появились в заселенных пунктах. Колодцы высыхают и не обеспечивают в полной мере потребности людей. Нужны централизованные источники. Достройка Шимуршинского и Батревского водовода позволили бы решить эту задачу для южных районов. Для ее реализации правительство планирует войти в три федеральные программы. Благодаря им республика сможет получить значительные средства. На проектные работы уже заложено 300 миллионов рублей. В других районах, где проблемы тоже существуют, необходимо найти краткосрочное решение для обеспечения жителей водой. В Чебоксарах дорожная безопасность будет контролировать интеллектуальная транспортная система. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» республика вошла в число 56 регионов, внедривших эту программу. Подробнее в материале Ульяны Пятаковой. Переход на автоматизированное управление дорожным движением в Чебоксарах продиктован требованием времени и дорожной ситуации. За последние 10 лет уровень автомобилизации вырос в два раза. Общее число автомобилей может достигать до 170 тысяч единиц в сутки. Магистральные улицы и дороги, построенные и спроектированные в 60-е и 70-е годы, не были рассчитаны на такое количество транспорта. И в настоящее время обслуживают участников дорожного движения в режиме перегрузки. Для улучшения пропускной способности городских дорог расширяли перекрестки, обустраивали заездные карманы, меняли режим работы светофоров. Но эффективность этих мер к настоящему времени практически исчерпана. Внедрение ИТС позволит сократить задержки движения транспорта, увеличить скорость транспорта, снизить количество ДТП, особенно ДТП с смертельным исходом, также улучшить экологическую обстановку и безопасность дорожного движения. В частности, для улучшения пропускной способности дорог планируется ввести адаптивное управление светофорами. Детекторы на подъездах к светофорным объектам будут подсчитывать и анализировать транспортные потоки, обеспечивать приоритет общественного транспорта. Внедрение системы планируется уже в этом году. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. Количество автортранспорта в столице Республики ежегодно растет. В час пик на дорогах одновременно может находиться до 170 тысяч машин. И большинству из них надо где-то парковаться. Свободных же мест на стоянках, как правило, не бывает. Ситуацию могут изменить платные парковки. Найти свободное место для машины тот еще квест. Надо сначала нарезать несколько кругов, углядеть того, кто уезжает и успеть втиснуться в пространство раньше других. В безвыходной ситуации водители паркуются хаотично, перекрывают выезды, оставляют машины на газонах и в пешеходных зонах. Ругаются и соглашаются. Что проблема во многом может решить плата за стоянку. Если некуда поставить, то надо делать платные. Куда деваться? Платные. Наверное, нужно. В определенных местах. А так, чтобы везде делать, тоже, наверное, нежелательно. Мониторинг загруженности парковочных мест ведется постоянно. Их катастрофически не хватает в Московском районе. Например, рядом с местами общественного питания, учебными заведениями и торговыми центрами. При разговоре с водителями с просьбой мы обращались к ним не оставлять машину на целый день. Речь сводилась к тому, что парковка муниципальная, мы можем делать все, что угодно. В кафе нам очень часто жалуются посетители, что нет парковочных мест, они уезжают в другие места. Соответственно, потеряется бы ручка предпринимателей, то есть у наших арендаторов, ну и, соответственно, у продовольственного магазина. Поэтому мы обратились в земельное управление города с просьбой организовать на данной территории платную парковочную стоянку. Высказать свое мнение, где необходим платный паркинг, могут все жители столицы. Голосование на эту тему проходит на портале «Открытый город». Пока речь идет только о парковках в северо-западном районе. Условия обычные, как на любой стоянке. Первый час бесплатного времени взиматься плата не будет. Последующие первые два часа будут стоить 10 рублей, более двух часов 30 рублей сейчас. Предполагается установить время с 8 утра до 18 часов вечера. После 18 часов парковка до 8 утра будет бесплатна. По итогам голосования будет выбрано несколько мест для организации платных парковок. Строить их планируют летом этого года. Инесса Потапова, Павел Иритков, Республика. Регулярный уборка основных дорог и межквартальных территорий привела к другой проблеме. Повсеместно образовались огромные по высоте залежи убранного снега. В столице Чувашии они мешают обзору и создают преграды для автомобильного движения. Снег по весне становится серьезной проблемой. Сугробы в человеческий рост порой непреодолимая преграда. Действительно зима вышла очень снежная. Снега очень много. В принципе, по всем дворам, если посмотреть, увидите, уровень снега очень большой. Снежные завалы закрывают обзор пешеходам и водителям. Это нарушает безопасность движения и грозит авариями. Поэтому по весне в Чебоксарах стартует традиционная акция «Стоп сугроб». Жители сообщают в администрацию города адреса, где складирован убранный снег. Машины вывозят его по графику. Один из приемных пунктов расположен на проспекте трактора строителей. Есть и еще одна причина, по которой необходимо избавляться от залежей во дворах. При плюсовой температуре снег быстро тает и вода может попасть в подвалы домов или разлиться по дорогам. Вывозить снег будут всю неделю. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Путевки в детские оздоровительные лагеря в этом году подорожают. В зависимости от срока пребывания на 500 рублей и выше до 1 тысячи. Такое решение принял сегодня Кабинет Министров Республики. Право получить путевку бесплатно или со скидкой по-прежнему сохраняется за многодетными семьями, детьми-сиротами и детьми с ограниченными возможностями. Сегодня же министры приняли решение о распределении на этот год субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Проект постановления разработан с целью распределения объемов средств в сумме 20,5 миллионов рублей. В городских кругах предполагается реализовать 23 проекта. Большая часть проектов, которые прошли конкурсный отбор, они относятся к строительству дорог на территории городских кругов. Правительство заслушало информацию бизнес-обмудсмена Чуваши Александра Рыбакова. Количество обращений, поступивших в аппарат от предпринимателей в прошлом году, выросло почти в два раза. Их волнуют вопросы сбыта товаров, высокой кадастровой стоимости и высокой коммерческой недвижимости. Те выводы, которые сегодня содержатся в вашем докладе, неизбежно должны использоваться в работе, быть учтены нашими основными органами власти, это Министерством экономики, Минфином, где-то Минстроем, главами администрации. Большинство вопросов будут рассмотрены на Координационном совете по защите прав предпринимателей. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Ситуация на рынке труда в Чувашии по-прежнему остается стабильной. В банке данных 14 тысяч вакансий. Самые востребованные профессии врач, учитель, инженер, слесарь, подсобные рабочие и швеи. Уровень предлагаемой зарплаты начинается от 20 тысяч рублей. Есть и другие предложения. Будет предоставлена возможность получения дополнительных, новых квалификаций в рамках дополнительного профессионального обучения, оказания помощи в социальной адаптации. Также будут оказаны помощь работодателям. Планируется субсидировать расходы по оплате труда в течение трех месяцев для тех, кто будет трудоустроен из числа безработных. Мобильные офисы службы занятости выезжают в удаленные от центра районы и проводят консультации, содействуя в трудоустройстве. Нелегко сейчас людям с ограниченными возможностями здоровья. Из-за пандемии им трудно найти работу, ведь они входят в группу риска. Для устранения этой проблемы в рамках государственной программы правительство компенсирует работодателям расходы за наставничество при трудоустройстве инвалидов. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Андрей Шоклев, Республика. Новости аграрного рынка. Более 460 тонн лука севка из Чувашии отправили в Беларусь, Молдову и Монголию. Кроме этого, местные сельхозтоваропроизводители отгрузили на экспорт около 400 тонн зерна, 120 тонн семян ячменя. Россельхознадзор Чувашии провел фитосанитарный надзор под карантинной продукцией. Она соответствует требованиям стран-импортеров. Есть все необходимые сертификаты. Как сообщает местных сельхоз Чувашии, всего по итогам двух месяцев этого года экспорт продукции АПК составил 2,77 миллионов долларов. Выросли поставки и других товаров. Любимый город может быть красивым. В республике готовятся к онлайн-голосованию по объектам благоустройства. Проектные семинары стартовали в городе Шумерле и поселке Вурнары. Федеральный проект формирования комфортной городской среды в корне изменило отношение жителей к местам, где им выпало жить. Возможность личного участия в обсуждении вопросов благоустройства усилили активность населения. Когда проект начал задумываться, мы приняли решение, что будем делать это открыто и с обсуждением привлечения общественности. Мы шли в школы, мы шли в народ, мы для этого вывешивали большое количество объявлений, афиш. Это уникальная история и уникальный случай, когда жители сами с самого первого дня, еще когда даже проекта не существует, они формируют повестку будущей территории, где сами будут жить. Что больше всего нужно? Спортивная площадка или детский городок? Хорошая дорога или уютный сквер? Эксперты с равным интересом готовы выслушать любую точку зрения, любое предложение. На семинар в Шумерле пришли представители общественных советов, местные депутаты, горожане, в их числе школьники и студенты. Разбившись на творческие группы, в течение некоторого времени они разработали мини-проекты общественных пространств и представили их специалистам. Мы делаем акцент на нашу молодежь, на наших детей, которые растут у нас каждый год. Поэтому зона первая у нас от нуля до 12. В Шумерле хотят благоустроить сквер имени Вадима Скоржевского и центральную площадь с примыкающей к ней частью улицы Октябрьская. В Урнарах уже реализуют третий этап благоустройства центрального парка. Предложения и инициативы готовят в 25 муниципалитетах. Эти мероприятия, они, скажем так, вовлекают опять-таки жителей, которые будут участвовать в этих процессах. В то же время они будут вовлечены, скажем так, в рейтинг в Лаксане уже через другую сторону, через участие в проект. После того, как определятся те территории, которые будут благоустраиваться в 2022 году, начнется процесс уже работы над созданием проекта смертной документации и на выход уже на аукционы по реализации. По каждому проекту необходимо представить не менее двух дизайн-вариантов. Все они должны быть загружены на платформу в срок до 15 марта. Общественные пространства, которые наберут наибольшее число голосов, будут благоустроены в приоритетном порядке. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на платформе Каза.городсреда.ру Екатерина Шиверова, Игорь Зверев, Республика. Чувашия – один из десяти пилотных регионов по развитию промышленного туризма. Минпромторг России и агентство стратегических инициатив приглашают к участию все ведущие предприятия Республики. Чебоксарская компания «Керамика» уже разработала экскурсионный маршрут. Здесь выпускается полный спектр санитарной керамики для жилых и общественных помещений. Это современное технологичное производство. Это более 1200 рабочих мест. Это более 2,5 миллионов готовой продукции в год. Для программы «Промышленный туризм» на предприятии разработали специальный маршрут. Гости смогут посмотреть производство от начала до конца. А начинается процесс здесь, на участке ручного литья. Здесь вы можете увидеть два стенда, на каждом из которых имеются два гипсовых форм, благодаря которым мы отливаем исключительно подвесные унитазы. Время застывания в каждой гипсовой форме составляет два часа. И за все время службы из одной гипсовой формы мы можем отлить до 90 изделий. Но большая часть изделий отливается из пластмассовых форм. Они, кстати, тоже изготавливаются здесь же. Дальше отлитая форма идет на сушку. Причем сначала она два часа сушится естественным путем, чтобы не было дефектов и микротрещин. И только потом отправляется в сушильную камеру. Затем идет шлифовка и глазировка. Эта физическая составляющая изделий обеспечивает покрытие изделий глазурью. Глазурь необходима изделию для того, чтобы у нее был красивый белоснежно-стеклянный слой и была химическая прочность. Следующая станция – туннельная печь для обжига. Это, пожалуй, главный пункт процесса. Если останавливается она, останавливается производство. Ее длина 69 метров. Здесь изделие постепенно нагревается, потом также постепенно остывает. Время необходимо, чтобы избежать деформации. После этого этапа изделие попадает на сортировочный конвейер, где наши инспектора проводят оценку качества изделий, выявляют скрытые дефекты, явные дефекты. После чего все изделия, которые были приняты сортовыми, они оставляются на участок упаковки, а те изделия, на которых были выявлены дефекты, они уже попадают на участок лечебного обжига. Здесь заканчивается экскурсия. Так гости своими глазами могут посмотреть весь процесс производства и убедиться в качестве изделия. Юлия Важенина, Баксиер Велиев, Республика. В Чувашском государственном театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля состоялся творческий вечер заслуженного артиста Чувашской Республики Николая Дмитриева, посвященный его 60-летию. Актер многогранного дарования, умеющий тонко чувствовать каждого персонажа, создал целую галерею неповторимых образов в театре. Сергей из «Покажите мне весну», отец Настеньки из «Морозка», Миронов, Иван Кузьмич из «Капитанской дочки» и другие. Он посвятил театральному искусству всю жизнь и добился признания. А уже завтра, 11 марта, состоится юбилейный вечер в честь 70-летия заслуженного артиста Российской Федерации Василия Павлова. Одинаково удачно ему удается воплощать персонажей трагического и драматического, гротескно-комедийного и сказочного плана. Оба актера заняты не только в классических постановках, но и в репертуаре для юных зрителей, которая, как известно, самая изыскательная публика. Ульяна Пятакова, Николай Семенов, «Республика». Это были главные новости среды 10 марта. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин